Как он проявляется? Это может быть спазм в животе, зажатые кулаки, туннельное зрение, измененное дыхание, кровь приливает к мышцам, сердце ускоряется, дыхание тоже. Сейчас стресс часто возникает из обнимых угроз, когда на самом деле нам ничего не угрожает. Уроки, экзамены, отношения, недовольные родители и одноклассники – это то, что наш мозг может принять за угрозу. В жизни школьника есть три момента, когда уровень стресса особенно высок и может привести к хроническому состоянию. Это поступление в первый класс, перевод в пятый, а также подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. Если стрессов все же не избежать, то необходимо уменьшить их пагубное воздействие на наше здоровье. Что для этого нужно делать? Соблюдайте режим дня. Составьте расписание. Каждый день у вас должно быть достаточно времени на ежедневные обязанности, учебу и отдых. Научитесь говорить «нет». Помните, что отказ – это не всегда проявление эгоизма, а соглашаться не всегда полезно. Маленькие радости. Найдите минутку для любимого дела. Отвлечитесь от учебников и тестов. Посвятите себя любимому. Меняйте умственную работу на физическую. Занимайтесь спортом. Длитесь проблемами с друзьями. Общение с друзьями заменит поход к самому готовому психологу. Высыпайтесь. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время – по будням и выходным. Найдите время на смех. Смех – это один из главных способов борьбы со стрессом. Любимая еда. Любимая еда в любом случае поднимет вам настроение. Личный дневник. Иногда только при введении личного дневника происходит переоспределение ситуации. Попробуйте петь. Пение также борется со стрессом. Громкое пение. Двойне полезно. Попросите о помощи. Если вы не знаете, как реагировать на трудную ситуацию, найдите человека, который вам поможет. При стрессовой ситуации сделайте три глубоких вдоха. Это поможет вам успокоиться. Вспомните слова «Скарлетт». Я не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра. Будьте здоровы!